МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качество жизни в больших городах в значительной степени зависит от уровня городской мобильности. Давайте сразу определимся с глоссарием. Под мобильностью понимается способность к быстрому передвижению. Иными словами, то, что в больших городах с каждым годом становится все меньше. Как добиться высокого уровня мобильности в нашем городе? Об этом прямо сейчас. Тема транспорта и дорог неоднократно поднималась в рамках программы «Комфортный город». Мы рассказывали вам о расширении дорожного полотна, уширении перекрестков, умном светофорном регулировании. Все это прямо влияет на количество времени, которое мы тратим на дорогу. Сегодня хотелось бы подробнее остановиться на перспективах развития общественного транспорта. Ранее мы уже приводили в качестве примера исследования фонда «Городские проекты». Напомним. Если машин немного, то по трехполосной дороге в одну сторону проедут 2700 человек в час. Если больше – 1300 человек в час. Когда очень много – 400 человек в час. Чем больше частных авто на дороге, тем дольше путь из пункта А в пункт Б. Больше бензина – хуже нервы. А с общественным транспортом все наоборот. Чем больше людей едет по маршруту, тем более качественный сервис они получают. Транспорт ходит чаще, больше можно затратить денег на инфраструктуру. В результате этого и получается более надежный и комфортный транспорт. Еще немного цифр. Маршрутка вместимостью до 20 пассажиров перевозят до 300 человек в час, если ходят один раз в 4 минуты. Автобус или троллейбус вместимостью 50-150 человек перевозят до 2250 человек в час с таким же интервалом движения. Уменьшаем интервал и улучшаем транспорт. Среднее количество пассажиров увеличивается. Выделенная полоса для маршрутного транспорта дает еще большее увеличение. То есть, чем шире дорога, тем больше автомобилей ее заполоняет. И это не приводит к поставленной цели. Интересно, что окончательный приговор к восходящим траекториям автомобилизации английский географ Фил Гудвин вынес еще в конце 90-х годов. Он сказал... Мы строили дороги, увеличивая тем самым бюджетные расходы, нанося ущерб экономике и окружающей среде. Но никогда не могли прийти к равновесию между спросом и предложением на пропускную способность. Похоже, мы не должны этого делать. Вряд ли наши дети будут возражать, если мы ограничим их автомобилезависимую мобильность. И я думаю, что наши внуки будут удивляться, что мы так долго шли к этому. С точки зрения городской мобильности это подразумевает предоставление приоритета развитию общественного транспорта, а не строительству новых магистралей и поддержке автомобильной промышленности. Дальнейшее развитие которой только усугубляет проблемы, с которыми сегодня мы сталкиваемся в наших городах. Только смелые и дальновидные стратегии могут привести к радикальным изменениям. Сектор общественного транспорта имеет и квалифицированные кадры, и стремление к улучшению условий жизни в городах для граждан и условий развития бизнеса. Общественный транспорт может стать средством прогресса для общества. В Чебоксарах транспортное обслуживание населения по городским маршрутам, автомобильным и наземным электрическим транспортом обеспечивается следующими предприятиями. Муниципальным унитарным предприятием Чебоксарское троллейбусное управление. Филиалом государственного унитарного предприятия Чувашской республики «Чуваш Автотранс», а также иными предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Чебоксарское троллейбусное управление является основным перевозчиком в городе. По итогам 2014 года троллейбусом воспользовалось почти 70 миллионов пассажиров. Протяженность троллейбусных линий составила 183,2 километра. Подвижной состав предприятия насчитывает 270 троллейбусов. В рабочие дни по расписанию в час пик на линии выпускается 204 троллейбуса. Наименьший интервал их движения в час пик составляет 2 минуты. Наибольший – 18 минут. Самый длинный маршрут номер 3 имеет протяженность 28,1 километра. Время оборота составляет 80 минут. Самый короткий – номер 20 – 14,8 километра. Время оборота – 49 минут. Троллейбусы работают на 19 маршрутах города. Еще одним основным автотранспортным перевозчиком Чебоксарах является крупнейшее подразделение государственного унитарного предприятия Чувашской республики «Чувашавтотранс». В 2014 году автобусным парком перевезено более 10 миллионов пассажиров. Автобусы Чебоксарского ПАП работают на 18 городских маршрутах. Третий вид городского пассажирского транспорта в городе Чебоксары – маршруты регулярных перевозок или попросту маршрутки. Этим видом транспорта за 2014 год перевезено более 45 миллионов пассажиров. Я люблю больше передвигаться на троллейбусе. На маршрутках надо кричать, чтобы остановились. А на троллейбусе каждая остановка останавливается. Обычно маршрутки, но от того, что так дорого, приходится на троллейбусах. Чем вам так нравится? На маршрутках быстрее, удобнее. А то, что водители гоняют? Ну, меня не смущает, да. Троллейбусы. А почему? Я проездной. Маршрутка. Это быстрее, наверное, потому что… Медленно на троллейбусах. Только вот поэтому. Если бы троллейбусы ходили быстрее, ездить бы на троллейбусах. Ну, транспорт в основном старый. Нового транспорта, по-моему, кондиционеров нет. Все-таки климат у нас жаркий летом. Всем жарко. А зимой тепло в троллейбусе? Нет, холодно. Через весь город троллейбус идет примерно час тридцать. Ну, потому что с завихрениями всякими. А маршрутка может преодолеть это расстояние примерно за сорок минут. На троллейбусе. А почему? Во-первых, проездной. Маршрутки, они сильно подорожали. Привычно уже стало. Спокойно. И безопасно, чем на маршрутках. Потому что маршрутки часто попадают в аварии, а троллейбусы не очень. Жителям приходится выбирать между скоростью, комфортом и ценой билета. И если по первому критерию выигрывает маршрутное такси, а по последнему троллейбус, то комфорт – дело сугубо индивидуальное. Автобусы с городскими маршрутами, как оказалось, особой популярностью не пользуются. Но несмотря на то, что маршрутки заполонили дороги, по статистике 60% всех городских перевозок осуществляет электрический транспорт. За полвека с лишним Чебоксарский троллейбус стал визитной карточкой столицы. Вообще сегодня Чебоксарское троллейбусное управление – это самое крупное транспортное предприятие не только Чувашской республики, но и в целом по России. По количеству выпускаемых троллейбусов на линию, сегодня Чебоксарское троллейбусное управление занимает лидирующую позицию в Российской Федерации. А говоря о Приволжском федеральном округе, количество троллейбусов выпускаемых на линию, у нас они выше. То есть Нижний Новгород – он миллионник считается, но количество троллейбусов на линию у них меньше, чем у Чебоксары. А есть такой еще показатель, как единица подвижного состава на километр контактной сети. По этому показателю мы вообще уже даже в России самые лучшие. После таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск. Каждый троллейбус проходит еженедельный осмотр, а когда он проезжает определенное количество километров, его полностью разбирают и собирают обратно, прощупав каждую деталь. Процедура обязательно для всех, даже если троллейбус с виду исправен. Но несмотря на профилактические работы, сегодня 70% подвижного состава требуют замены. А это вопрос не из дешевых. Троллейбус, который отвечает современным потребностям общества, стоит без малого 9 миллионов рублей. Предприятие такой суммы осилить не может. Да и бюджет у города это влетит в копеечку. Предприятие, оно всегда было убыточным. Даже в советское время и не только в Чебоксарах. Это во всех городах России, да и за рубежом всегда городской общественный транспорт. Он был убыточным и, естественно, сегодня то, что пассажиры оплачивает нам проезд, оно не покрывает все наши расходы. Жители города, им ведь не должно быть интересно, какие проблемы у городского электрического транспорта. Им надо, чтобы городской электрический транспорт работал нормально, стабильно, как пылые времена. Раньше, ну и сегодня, горожане хвалились своим городским электрическим транспортом, своим троллейбусом. Вот у нас троллейбус, вот у нас троллейбус. И гости наши всегда на это отмечали, что в Чебоксарах очень хорошо работает городской электрический транспорт. И мы позиции свои и сегодня не сдали. Тем не менее, в прошлом году город все же приобрел два новых троллейбуса. И один из них ездит по маршруту номер два. Именно его мы сейчас и ждем на остановке. В эти минуты кажется, что время течет очень медленно. Особенно, когда ты ждешь транспорт и не знаешь, подъедет он или только что отъехал. И когда ждать следующего. Сегодня это уже не кажется проблемой. Время ожидания можно узнать прямо на остановке. Информационное табло показывают прогнозы прибытия транспорта с точностью до минуты. В транспортное средство маршрутное устанавливается вот такое устройство. Называется это трекер. У него есть две антенны. GPS и ГЛОНАСС. Вот, соответственно, с помощью этого прибора вычисляется местоположение транспорта средства. В любой точке, как говорится, данные с этого прибора посылаются на сервер с помощью GPS-антенны. И мы уже получаем эти данные, выводим в удобной для нас форме и контролируем движение всех маршрутных транспортных средств. Троллейбусов, автобусов, маршруток. В центр диспетчеризации пассажирского транспорта информация поступает с 6 утра до 10 вечера. В зоне контроля более тысячи единиц транспорта. И это не предел. Изначально центр создавался только с целью контроля работы маршрутных транспортных средств, чтобы услуги перевозчиков удовлетворяли потребности жителей города. Но сегодня система вошла в жизнь горожан настолько плотно, что многие просто не представляют, как они обходились без этого раньше. Помимо табло на остановках, на сайте buschep.ru можно в онлайн-режиме следить за каждой единицей транспорта. А если компьютера нет под рукой, можно скачать на свой смартфон или планшет специальное приложение, как на Android, так и на iOS. На табло отображается не фактическое точное время прибытия транспортного средства, а отображается прогноз. То есть в зависимости от того, где сейчас транспортное средство находится, система просчитывает прогноз и говорит, что оно должно прибыть через только-то. Если в этот момент случилась какая-то авария или сломался светофор, и появилась какая-то пробка, то, естественно, информация на табло будет меняться. То есть эта циферка, она зависнет, можно сказать. Она будет ждать, пока транспортное средство двинется. Как транспортное средство двинулось, все, прогноз меняется на табло, и уже отображается та расчетная цифра, да, которая отвечает данной ситуации. Случается, что информация на табло не совпадает с текущим положением на дороге. Написано, что твоя маршрутка должна прибыть минут через пять, а она уже тут как тут. В чем же причина? Их может быть несколько. Во-первых, поломка трекера, что случается крайне редко. Прибор устанавливается так, что его невозможно достать и отключить, не разобрав пол капота. Во-вторых, если трекер отсутствует, перевозчик просто не оснастил транспортное средство им. Однако в таком случае он нарушает федеральное законодательство. И в-третьих, если перевозчик не зарегистрировал автомобиль в администрации города. Соответственно, он не внесен в базу и отследить его невозможно. К сожалению, таких в городе достаточно, но и на них есть управа. Центр диспетчеризации имеет доступ к камерам программы «Безопасный город». Допустим, диспетчер заметил столпотворение маршруток на остановке, но в его программе одна из них не отображается. Значит, она не зарегистрирована. Разрешение камеры позволяет сделать фотографию госномера. И по этим данным уже идет выяснение обстоятельств непосредственно с владельцем маршрута. Система проинформировала у нас о сходе транспортного средства маршрута номер 41. Мы проверили, и действительно, маршрутка выехала за пределы города. Об этом нарушении мы сообщаем диспетчерскую службу перевозчика. 41-я маршрутка явно заблудилась, оказавшись рядом с Канашом. Выезжать за пределы своего маршрута водители не имеют права, предварительно не уведомив об этом диспетчером. Для этого в компьютерной программе обозначаются геозоны. Если транспорт покидает ее, отчет об этом приходит немедленно. Скорость обновления информации на сервере от 5 до 20 секунд, в зависимости от качества GSM-связи в разных локациях. Казалось бы, с помощью небольшого прибора можно выполнить несколько важных задач. Отследить маршрут, оповестить жителей и проконтролировать добросовестность перевозчиков. Но и это еще не все. В скором времени водителям троллейбусов даже не придется вручную управлять системой оповещения об остановках. Тот же GLONASS Tracker, передавая информацию о геоположении, сможет с ней взаимодействовать, и запись диктора, бегущая строка на табло внутри салона, включится автоматически. В новых моделях троллейбусов такую систему можно опробовать. Здесь уже установлено электронное табло. Пока, правда, только для людей, которые находятся снаружи, а не внутри. В вместительном салоне 23 места для сидения, а всего троллейбус может одновременно перевозить 113 пассажиров. Он оснащен энергосберегающей системой и колориферами для отопления салона. Комфортно не только для пассажиров, но и для водителя. Чувствуется, конечно, машина новая, едет мягко, плавно. Немного отличается от других троллейбусов, но все понятно, все под рукой. Вот это аварийный сигнал, вот это управление. Например, пока ключ не повернешь, оно не включится. Так, кнопки управления зереми. Вот это переключение передач вперед и назад. В послеобеденные часы в троллейбусе немноголюдно. Да и летом многие в отъезде школьникам и студентам никуда спешить не нужно. А на работе кондуктора все это сказывается не лучшим образом. Выполнение плановое, по-моему, это самое такое, я даже не знаю, как это выразить. Просто уже думаешь, как бы его сделать, а не получается. Просто довольно-таки 307 билетов нам надо под водчики собирать. А у нас оно пока не выходит. Уже сегодня шестое число. Когда привыкаешь к маршрутке, уже тяжело к троллейбусам привыкать, потому что долго. Ждать неохота. А так троллейбус, конечно, комфортнее. Все важно. Важно и вид, и кресло, конечно, все важно. Собожно в троллейбусе. Сейчас стало хорошо. В прошлом году в Чебоксарах были опробованы модели еще комфортабельнее. Транспорт оснащен одной ступенькой, на которую, несомненно, легче подниматься, чем на три. Выход на средней площадке оборудован откидывающимся пандусом, по которому в салон может въехать инвалидная или детская коляска. Место для них тоже найдется. Напротив средней двери есть свободное пространство. О маршруте, времени и температуре в салоне можно прочитать на электронном табло. Смогут ли такие троллейбусы прописаться в Чебоксарах? Вопрос сугубо финансовый. Сегодня приобрести личный автомобиль не составляет большого труда. Позволить его себе хотя бы в кредит может практически каждый. В 2014 году в Чебоксарах было зарегистрировано около 110 тысяч автомобилей. И каждый год эта цифра увеличивается на 8 тысяч. А это значит, что уже в этом году почти 120 тысяч водителей будут стоять в пробках, загасовывать воздух и искать очередное место на парковке у дома или работы. Вы еще спрашиваете, для чего вкладываться в общественный транспорт? Во-первых, он помогает планете свободно дышать. С начала 50-х годов прошлого века спрос на энергоресурсы для транспортных нужд увеличился в мире в 5 раз. На долю транспорта приходится 30% от общего энергопотребления и около 19% выбросов вредных газов. Эффект от внедрения новых экологически чистых технологий просто сводится на нет ростом числа транспортных средств и количество поездок. Только изменения в привычках и поведении людей способны привести к положительным сдвигам и в долгосрочной перспективе дать значительные результаты. Учитывая средний срок службы автомобиля, трудно ожидать, что до 2040 года появление более чистых видов топлива и новых типов транспортных средств принесут какие-либо существенные изменения. В борьбе с энергетической неэффективностью, загрязнением окружающей среды и климатическими изменениями принятие стратегий развития, основанных на приоритете общественного транспорта, оказывается средством более эффективным, чем поиск чисто технологических решений. Во-вторых, общественный транспорт способствует уменьшению заторов на дорогах. Городское пространство является достоянием всего населения города, и общественный транспорт использует его гораздо более эффективно, чем частный. Движущийся по дороге общественный транспорт не только перевозит своих пассажиров, он освобождает дорожное пространство для возможности пользования им всеми жителями города. Кроме того, он снижает уровень уличных заторов, которые делают города непривлекательным местом для проживания и работы. Учитывая постоянную урбанизацию и увеличение спроса на мобильность в крупных городах, заторы уличного движения во всем мире будут продолжать расти, если подход к мобильности не будет изменен. Дорожные пробки овладевают городами. Поездка из дома на работу на автомобиле занимает в 20 раз больше городского пространства, чем та же поездка, осуществленная на автобусе или троллейбусе. Для перевозки 50 тысяч человек в час в одном направлении необходимо дорожное пространство 175 метров шириной для перевозки только личными автомашинами и всего 35 метров шириной для перевозки только крупногабаритным наземным общественным транспортом. Общественный транспорт доставляет любого в любую точку города. В-третьих, общественный транспорт улучшает благосостояние городов, повышая уровень безопасности всех слоев населения и стимулируя ведение здорового образа жизни. Передвигаясь на автомобиле, вы имеете в 10 раз больше шансов попасть в ДТП, чем при поездке на автобусе или троллейбусе. Таким образом, общественный транспорт, безусловно, является безопасным средством передвижения. Потребности пассажиров и их образ жизни должны лечь в основу принятия решений по планированию, финансированию и предоставлению транспортных услуг высокого качества. Людям необходимы такие решения, которые предоставляли бы быстрое, безопасное, надежное, удобное, доступное и экологически чистое транспортное обслуживание с понятным и полным информационным сервисом. Привлекательность общественного транспорта держится на высоком качестве, доступности, гибкости и хорошем впечатлении пассажира от поездки, что в итоге должно привести к смене приоритетов и изменениям в поведении людей. Этот сдвиг в мышлении необходим для того, чтобы городской транспорт стал естественным выбором способа передвижения для граждан. Итак, развитие общественного транспорта дает решение многих проблем, стоящих перед обществом. Он способствует экономическому развитию, помогает планете дышать, перевозит любого, куда ему надо и снижает уровень заторов. Мобильность является одним из основных критериев эффективности общества. Нет сегодня такого города, который мог бы нормально функционировать без системы общественного транспорта. Его использование позволяет снизить транспортную загруженность и степень загрязнения воздуха, позволяет повысить безопасность дорожного движения и сэкономить время и деньги. К тому же городской общественный транспорт доступен абсолютно для каждого. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ